А во что же людям верить? Я не знаю, я могу сказать, во что я верю. Я верю в то, что... Вы знаете, я верю вот в такую... Я не принадлежу никакой религии, поскольку я не вступаю в партии и конфессии. Для меня это то же самое. Но помогает жить реально христианская любовь. То есть не в смысле вот... А любовь и терпимость. Любовь и терпимость. И обе эти вещи надо делать сосредоточенно, 16 часов в сутки, как минимум. А лучше 24, потому что надо думать об этом во сне. Общего какого-то спасения я не могу, понимаете? Придумать. Потому что для того, чтобы сказать, давайте, пойдемте туда-то, надо быть безответственным человеком. Почему я не политик? Потому что я не безответственный человек. Как можно людям, которые, там, матерям, у которых дети, как можно людям взрослым, у которых семьи, говорить, пойдем туда, там будет клево. Ну, абсурд, правильно? Нет. Мы бы сказали, ты сходи, посмотри, придешь, расскажешь. Нельзя, не получается. Значит, мы за ним идем. Ну, их 360 человек, каждый говорит, пойдем туда, там будет клево. Дальше у нас уже включается нормальная, вот, ну, что называется, житейская сметка. Понятно, этот абракадабру, говорит, этот придурок, тогда все хорошо, но все равно остается человек 20, которые зовут в разные точки. Что вы должны делать? Каждый из них должен быть безответственным. Он должен звать вас куда-то, куда он не ходил ни разу. И потом, виноваты будете вы. Ну, конечно, вы же голосовали, значит, сами идиоты. Все. Я думаю, что безответственность политика, это первейшее его свойство. Мою родину означает общество. Мою родину означает русская культура. Мою родину означают березы по дороге, там, по Киевской, по Минской. А я жил в Комсомольске-на-Амуре, где угодно. Сопки означают мою родину. Кедры означают мою родину. Люди, которые там живут. Моменты, когда они радуются, глядя на детей, составляют мою родину. Мне говорят, нет государства. Я говорю, я не знаю, это государство. Что за государство? Государство это что? Это тот чиновник, который не может прийти на работу, когда я стою, ошиваюсь. Это государство. Это он, представитель фирмы. Он приходит, не извиняется за фирму. Он не говорит, извините, пожалуйста, за неэффективное государство, которое меня, идиота, не заставило вовремя приходить на работу. Понимаете? Значит, это он государство. Это государство тратит мои деньги на Чечню, сначала разрушает, потом по карманам рассовывает под видом восстановления. Да, это эта фирма. А чьи они деньги берут? Мои. И ваши. Это налоги наши. Понимаете? Я говорю, эта фирма мне не нравится. И эта фирма не означает моей родине. Служить государству я не собираюсь. Я собираюсь служить своему обществу, своей родине и своим согражданам.